МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Я сюда попал или не сюда?" -"Сюда, сюда. Привет. Знакомьтесь, товарищ Никодилов, лектор из общества по распространению. Товарищ Никодилов сегодня просит народу лекцию на тему... -"Есть ли жизнь на Марс?" -"Правильно. Товарищ Никодилов, агудрилович его?" -"Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний", более известное в СССР как Общество знания. Его история берет свое начало в 1947 году. Трудное послевоенное время. В Большом театре собрались ведущие советские ученые, писатели, художники, чтобы учредить добровольное, самодеятельное научно-просветительское общество. Первым председателем правления общества был избран Сергей Иванович Вавилов. Собрание определило фундаментальные основы деятельности организации, утвердило устав, сформировало правление, определило задачи и членство в обществе, его строение и финансовые основы деятельности. С момента своего основания крупнейшая всесоюзная просветительская сетевая массовая организация стала значимым фактором общественной деятельности в стране. «Лучшие лекции, прочитанные членами общества, издаются миллионными тиражами. В 1949 году отпечатано 27 миллионов таких брошюр по различным вопросам политики, науки, культуры. Отсюда, из типографии правды, комплект лекций рассылается подписчикам по всей советской стране». Издательство «Знания» выпускало ежегодно более двухсот миллионов экземпляров брошюр, книг, наглядных пособий, журналов, среди которых «Международная жизнь», «Знание, сила, наука и жизнь». Эта литература делает доступным для широких кругов читателей сложнейшие научные открытия, труды, изобретения. Крупнейшей сокровищницей научно-технической мысли является политехнический музей. Ежегодно его посещает миллион человек. Уникальные экспонаты, реликвии, позволяющие наглядно представить историю науки и техники, собраны в 80 залах музея. В 1964 году общество решило создать в стране народные университеты, перейдя таким образом от лекций к систематическому специальному образованию. «Тысячи людей слушают лекции по радио, железнодорожники Макеила Сергея Горостелева не пропускает ни одной радиопередачи по истории большевистской партии. Эти лекции облегчают самостоятельное изучение марксистско-ленинской науки». «Внимание! Говорит Москва! Передаем лекцию Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний развития Лениным исторического материализма». Всесоюзное общество знания, насчитывавшее более пяти миллионов членов, представляло собой крупнейшую в мире общественную гуманитарную организацию. «Более двух тысяч лекций ежедневно проводит общество и в больших городах, и в самых отдаленных селах и аулах». К хлопкоробам Туркмении приехал астроном. Лектор дает научные объяснения явлениям природы. «Взор у колхозников открываются далекие миры Вселенной». Общество знания активно участвовало во всех общественно-политических и государственных акциях и компаниях. Вело большую просветительскую работу в сфере научно-технического прогресса. В 30-летнем юбилею общество знания было награждено высшей государственной наградой – Орденом Ленина. В начало 90-х в обществе ежегодно читалось более 25 миллионов лекций для 280 миллионов человек. «1900 филиалов в союзных и автономных республиках имеет общество, 1700 районных отделений, 3500 колхозных лекторий». В 1990 году печатный орган Всесоюзного общества знания «Аргументы и факты», тираж которого превысил 33,5 миллиона экземпляров, стал рекордом, зарегистрированным книгой Гиннесса, как самый крупный тираж в истории человечества. Развал СССР, геополитическая катастрофа 20 века, не оставил перспектив для дальнейшей жизни самого крупного и эффективного за всю историю Просветительского общественного массового объединения. В ноябре 1991 года завершился исторический путь этой уникальной организации. Вот такие бренды советской эпохи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова